Отставка по-украински. Министры, которые написали заявление об уходе, теперь их отзывают. Твердо стоит на своем только глава экономического ведомства Айврос Абрамовичус. Он уже забрал вещи из кабинета и написал в Твиттере, что не передумает. Однако политологи уверены, может вернуться и он, ведь все важные решения принимаются не в Киеве, не в случае чего страну могут наказать долларом. Подробности у Алены Германовой. Это был день бесконечных совещаний и переговоров. Вся украинская власть словно на иголках. Встреча депутатской коалиции, закрытые обсуждения в правительстве и все из-за скандальной отставки министра экономики. Айврос Абрамовичус тема и вчерашние беседы послов ключевых стран ЕС, США, Канады и президента Порошенко. Последним ударом для которого стало заявление директора Международного валютного фонда. Решение подать в отставку вызывает беспокойство. Если подозрения, которые он высказал во время заявления об уходе с должности являются точными, то это явный признак, что взятые правительством обязательства по борьбе с коррупцией не выполняются. Случайно или нет, то вчера же стало известно, миллиард и 700 миллионов долларов, которые МВФ пообещал Киеву в этом месяце, скорее всего не придут. И когда поступит транш, тоже неизвестно. Недовольный отставкой Абрамовичуса Запад буквально шантажирует Украину, уверены политологи. Ни конституцию провести, ни достичь какой-то внутриукраинский консенсус. Украинская власть не может без согласования с внешними кураторами. Она даже переформатировать свое правительство, уволить нужных и набрать ненужных министров. Или наоборот, она не может без согласования. Всегда появляется человек в ранге посла, который говорит, этого делать нельзя, и власть выполняет эту установку. Вот это и есть чисто внешнее управление. Вчерашнее экстренное заседание Кабмина еще одно подтверждение того, как сильно украинские власти боятся остаться без денег. На ночь глядя, глава правительства Арсений Яценюк в очередной раз собирает министра, чтобы сделать важное адресованное в том числе Западу заявление. Распада Кабмина, которого зарубежные партнеры так не хотели, не будет. У нас следующий принцип. Один за всех и все за одного. Мы пришли единой командой, и мы будем работать единой командой. Четверо из пяти собравшихся в отставку министров передумали и решили остаться. А расставаться с портфелями больше не хотят. Руководитель аграрного сектора Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, глава Министерства информполитики юристиции Александр Квиташвили. Нынешний министр здравоохранения уйти в отставку пытался с лета. Депутаты долго искали ему замену. А теперь Квиташвили просят поиски прекратить. Я забираю свое заявление в отставке. Я приехал из Грузии, я грузин. И приехал в Украину работать и бороться за будущее этой прекрасной страны. Картину полного единства в правительстве портит только один министр. Глава Минэкономразвития Айвара Сабрамовича заявление об уходе написал в среду и оставаться не намерен. На этом экстренном заседании правительства он не появился, якобы неожиданно захворал. При том болезнь все же не помешала несколькими часами ранее вынести личные вещи из кабинета. Впрочем, многих не устраивает и сам Абрамович. Претензий к работе министра много. Недавно финансовое агентство Bloomberg поставило Украину на вторую позицию в рейтинге самых несчастных экономик мира. Столь велика безработица и инфляция, справиться с которой Абрамовичусу не удалось. Бывший литовский предприниматель пришел на должность в конце 2014 года не без поддержки западных доноров Киева. Видимо, поэтому его уход наделал столько шума в зарубежной прессе. Так в Британии на страницах Times пишут о коллапсе, грозящем украинскому правительству. А в Америке пророчат политический кризис, от которого, видимо, передумавшие уходить министры не спасут, если к ним не присоединиться Абрамовичус. Еще 2-3 дня торгов, еще 2-3 заявления о том, что МВФ не даст кредиты, а ЕС затормозит выделение 600 миллионов евро прибыли. И желаемый результат будет достигнут. Абрамовичус помилует украинскую власть и согласится остаться, реформировать ее дальше. Заявление об отставке Абрамовичуса в Верховной Раде на голосование не выносят. Надеются, что министр еще передумает. В свою очередь Порошенко лично пообещал ему разобраться с коррупционерами в собственной фракции. Показания Абрамовичус против Канаденко даст следователям 8 февраля. Алёна Германова, Светлана Трофимова, Первый канал, Киев.